друзья всем привет ты 5 за спиной это значит пришла пора его делать надо его отремонтировать как вы помните прошло уже восемь месяцев как он стоит у него отрыгнули насос форсунки это 3 4 насос форсунка сейчас я уже снял клапанную крышку и уже ослабила рокера сейчас буду снимать рокера и следующий шаг это буду вытаскивать насос форсунки давайте пацаны наблюдайте за процессом так ребятки 5 цилиндров 1 2 3 4 5 3 4 форсунки показали что они конкретно гонят сейчас нужно их и снять здесь получается планка рокеров делится на пару то есть вот пара и вот пара ну тут длиньше пара тут три рокера стоят поэтому здесь придется покрутить больше болтов раз два три 4 5 6 6 болтов значит прежде чем откручивать болты на рокерах до коромыслах постарайтесь а распредвал поставить чтобы кулачки были свободны и как можно бы как можно больше были свободны и то есть тем самым будет легче откручивать болты болты не будут закусываться и болты не будут идти на перекос но выставить здесь идеально в ноль не получится распредвал чтобы он был свободный от преднатяга на плашка тут единое нужно сразу откручивать постепенно каждый был потихонечку ослабил 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 один болт сразу выкручивать нельзя ни в коем случае потому как у вас поведут другие остальные болты и ну и возможно короче с этим сопутствующий проблем то как потянет резьбу вот здесь вот в крышке бургеле распредвала нафиг это надо поэтому потихонечку крутану ли круто нули круто нули круто нули круто нули круто нули круто нули куртор в В каждом болте вы будете ощущать подзакусывание преднатяг от того, что будут давить как форсинка будет давить с пружиной, так и будет кулачок, допустим, распредвала давить от гидрика на вот эту плашку рокеров. Поэтому потихонечку, постепенно откручивайте одновременно все болты. Тогда будет вам счастье. Вы свободненько открутите болты. Болты здесь такие вот стоят. Так, вот она плашечка вся. И вот сейчас открылся доступ к форсункам. Вот это и вот эта форсунка. Третья, четвертая. Сейчас их нужно демонтировать. Там вот есть болт с такой плашечкой, которая и крепит саму форсунку в голове. Этот болт сейчас нужно будет открутить и дернуть форсунку. Вот он, болт, вот с этой вот плашкой. И вот этот болт нужно сейчас открутить и дернуть форсунку. Так, ребятки, вот косу отстегнула, она легко отстегивается. Вот они, фишки такие. Просто вот так расставили и так же раз отстегнули. Ну так, чтобы она мне не мешалась и я ничего не пообломал. Вот форсунка. Форсуночка. Вот она форсуночка. Значит, если вот сейчас одна форсуночка снялась легко, просто раз ее чик-чик-чик и вытащилась. Очень легонечко. Эта форсунка так не пошла от руки, не выдернулась. Немножечко ее там подзакусывала. Вот такая вот кочерга. Видите? Вот, взял вот эту кочергу вот так за пружину. Аккуратненько вот так раз завел. И за распредвал вот так. Так, так, так. И все. Форсунка сдернулась. Аккуратненько сейчас мы ее вытаскиваем отсюда. Вот она вся форсуночка. Вот следы выработки. Вот этот бок не постоянно. У всех выбивает. Потому что крепление одно слабое. Всего лишь вот этим вот коромыслом крепится. Этого недостаточно. С одной стороны, с одного бока играет. Одну сторону больше прижимает. И потому здесь вот резиночки проседают. Хотя вот я смотрю, вот здесь резиночки хорошие. Вот, не просевшие они, свеженькие. Ну вот, единственное, только вот этот сверху чуть-чуть уже подсело. А на вот этой третьей форсунке вот резинки прям конкретно просели. Они сплющенные, плоские. Вот они. И мало того, здесь вот еще, вот она какая-то заусенца есть. Ну, это откуда? Это от предыдущих ремонтов. Кто-то заусенцу эту набил. И чем-то ее трахнули, либо уронили на что-то. Вот заусенка. Она так и осталась. Ее никто не убрал. Похер. И так пойдет. В принципе, вот они все и форсуночки. Вот здесь вот шайба свежая. Причем, видно, не прогоревшая. А вот здесь, ну хотя тоже шайба... Нет, она вот пробитая. Да. Текла. Вот она, видно. Короче говоря. Шайба прогоревшая, и все шло в цилиндры. Да. Ну хотя, интересно, резинки свежие. Вытащили, значит, эту форсунку. Я так теперь предполагаю, что ремкомплектик поменяли. Но там в головке седло, возможно, не расширошили, и шайба прогорела. Так, а мне как раз это. И важно сейчас глянуть туда, как там дело обстоит. Ну сейчас я так не рассмотрю, не покажу вам. Надо там все вымыть. И тогда будет видно. Да, вон оно, прогоревшее. Надо там пошарошить будет. Седло посадочное под шайбу. Так, а это? А это? Нет, это чистенькое. Это не прогорело. Вот сразу видно, да. А это прогорело. Да, вон черное есть. В общем, сейчас я тут все замою. Чтобы было все чисто здесь. И отдам форсунки на стенд. Пусть ребята посмотрят. Что-то поменять, заменить. Может быть распоритель, может быть еще что-то. В общем, профилактику форсункам нужно будет сделать. В общем, я их отдам на стенд. Пусть они разберут, переберут. Что надо? Поставят новое. Все. А, еще надо посмотреть, не одинаковые форсунки или нет. Здесь стоят. А то я уже что-то здесь, в этом-то пятом, не удивлюсь, если еще и форсунки разные стоят. Просто бывают для этого двигателя 2,5. А бывает 1,9. В общем, винегрет закидают и довольны. Бывает так. Ну, сейчас я их обмою, посмотрю нумерацию на форсунках. Вот они, форсунки. Кинули их на стенд, проверили. И вот такие вот показания дают форсунки. Как ни странно, идентичные показания дают ее форсунки. Между собой одинаковые показания. Короче говоря, как ни удивительно. Я думал, будет не так совершенно, с большим разбегом между форсунками. Но, оказывается, форсунки идеально, идеально дают показания между собой. Одинаковые вот абсолютно. Здесь, здесь. Здесь, 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 здесь. В общем, все ясно с форсунками. И вот сейчас нужно на них поменять ремкомплект резинок. Резинки, вот такие вот, две резинки большие. Одна из них с маркировкой, белыми штрешками, которая стоит вот здесь, вот первым кольцом. А второе кольцо чуть потолще, и оно без маркировки. Также идет вот такой вот пятачок, который обязательно нужно менять. Для этого пятачка вот такое маленькое колечко, удерживающее в форсунке. Вот. Этот пятачок я уже поменял. Вот он он. Ну, он, в принципе, и не убитый. Такой еще довольно свеженький. И вот оно, колечко. Также идет вот такая вот шайба. Упорная, огнеупорная. Вот. С какого-то сплав меди, такой прочной твердости. И на эту шайбу есть вот такое вот запорное вот такое вот колечко. Здесь я уже поменял. Вот оно. Новое поставил. Довольно легко. И просто оно вытаскивается. Вот старое кольцо. Видно, да? С таким вот нагаром. Прогаром. И вот оно, его запорное колечко. Ну, давай. Вот оно, старое колечко. Здесь в комплекте идут вот такие вот зеленого цвета резинки. Почему-то раньше в таких комплектах я всегда встречал красные резинки. То есть, собственно говоря, и ставил сюда красную резинку. Вот оно, старая красная резинка. Ну, а сейчас почему-то тут вложена зеленая резинка. Не знаю, какая между ними будет разница в работе, в качестве резины. Ну, вот старая стояла красная резинка. Сейчас зеленую поставим. Она стоит вот здесь вот. После вот этой упорной, огнеупорной шайбы большой зеленая резинка. Сейчас я поменяю ремкоплет на вот этой второй форсунке и буду устанавливать. Меняется все легко и просто. Вот таким маленьким тонким шилом можно подковырнуть, поддеть и вытащить упорное колечко. Маленькое вот это с распылителя и снять шайбочку. Ну, и также новые болты. Два болта новых. Обязательно, пацаны, ставьте новые болты. Два новых болта. Хотя те тоже как бы новые я устанавливал. Но все это одноразовые вещи. Забудьте про многоразовость. Все одноразовое. Открутили, выкинули. Два новых болта. Закрутили. Без страха и риска на то, что потянется у вас резьба или болт повторно при затяжке может сломаться. То есть, вот чтобы избежать этих всех проблем, новое все в комплекте покупайте. Так, вот форсуночка. Вот здесь эта упорная шайба стоит. Вот так ее подковыриваем. Кончик. Он может быть закоксован, зашлакован прогарами, нагаром. Поэтому чуть-чуть может с затруднением идти. Но тем не менее, все это без проблем, без особых усилий можно вот так. Вот, все, вот сняли вот эту тему. Вот эта штука может плотно сидеть, из-за того, что нагар ее может держать. Но ее можно вот так расшевелить аккуратно. Вот так, раз. Чик, все готово. Вот, все, отлично, видите? Вот этот нагар надо смыть здесь, почистить. Но, пацаны, здесь металлическими щетками нельзя работать, грубыми нельзя работать, потому что это распылитель. Вот здесь на носочке распылителя, вот отверстия, они очень мал, очень мелкие. Их нельзя повредить, не дай бог, железными щетками здесь, пацаны. Иначе все, крах придет распылитель, и вы будете менять. Поэтому какими-то моющими средствами, растворителем, мягкой щеточкой, зубной или еще чем-то вот этот вот нагарчик смойте. Ну и вот здесь, вот с этого тела тоже аккуратненько обмойте весь вот этот вот нагаршлаг. Тогда можно уже устанавливать новую шайбу. Шайба ставится, она имеет с двух сторон одинаково. Вот здесь есть вот канавка углубления, да, для запорного кольца вот здесь со стороны переворачиваете. И здесь тоже канавка углубления, канавка углубления для упорного колечка. Поэтому с двух сторон ее можно ставить, и так, и так. Она идентична, симметрична. Поставили, вот, до упора сюда. И новое колечко вот сюда вот раз, одели, и туда ее загнали, воткнули, все. Шайба не слетит. После резиночку ставите. Желательно смазать ее перед установкой, чтобы она на сухую не одевалась. Ну, то тем же самым можно солярочкой, чуть-чуть маслецом со смазочкой. И надели колечко. Ну и также проблем не составляет с этими уплотнительными кольцами. Вот старое кольцо. Вот так поддели аккуратненько. Так, раз, раз, раз. И стянули. Устанавливать точно так же новое кольцо. Вот желательно, чтобы оно у вас было в смазке. На сухую не одевайте. Ну, можете и на сухую одеть. Но одевайте так, чтобы кольцо между собой вот так вот не перекрутилось. Нельзя его оставлять перекрученным. Иначе у вас все пойдет к оту под одно место. Колечко должно быть одето ровненько. Вот в такой конфигурации, как оно есть. Поэтому желательно, чтобы оно было смазанное. Аккуратно надели. В канавку усадили. И потом вот так кольцо после установки в канавке вот так прокрутите. Пару раз. Туда-сюда, туда-сюда. Чтобы, не дай бог, если кольцо у вас где-то закусило или перекрутилось. Вот. Туда-сюда вот так прокрутили. Тогда оно по конфигурации колечко встанет так, как ей нужно по своей форме. Ну и, собственно, все. Потом можно будет втыкать сразу уже в голову. Ну и здесь, ребятки. Перед тем, как воткнуть форсунку в голову, еще раз убедитесь, чтобы кулачок, вот, толкающий вот этот вот рокер, это коромысло, было свободное, расслабленное и не толкало коромысло. То есть его надо распустить. Распустить можно машину поднять на данкрате, вывесить колесо там на пятую, на четвертую скорость. Втыкаете коробку и колесо прокручиваете, чтобы выставить кулачки в нейтральное положение. Вот этот кулачок, толкающий рокер, он имеет вот такую вот эллипсную сферу. Вот здесь плоская сторона, самая плоская сторона. Здесь вот толкающий кулачок имеет острый градус. И, соответственно, вот если вы заметите, здесь плоская сторона, вот здесь уже выпуклая сторона толкающая. Вы выставляете, прокручивая колесо вот сюда в нейтральное положение. Вот она, плоскость. Вот такая плоская. Соответственно, здесь сейчас будет рокер свободным, без напряжения. Как я уже ранее говорил, нужно вот там поправить было седло, что, собственно говоря, я и сделал. Вон, видите, подправил, притер, так сказать. Вон, сейчас там прогара нету. И вот посадочное гнездо ровненькое. Вот, и шайба упорно на форсунке ляжет, как ей и положено. То есть следите за этим, чтобы там не оставалось никаких раковин, нагара, прогаров. То есть нужно всегда там подправить седло. Так же, как и второе. Вон, тоже весь рагар убрал. Сейчас там все чистенько, ровненько. Ну, а теперь можно смело опускать форсунку. Вот так резиночки на литольчик, на солидольчик смазали, чтобы резинки на сухую не шли в посадочные колодцы. И резинку не закусило. Так, смазали, промазали. Все, теперь можно опускать форсунку. Вот, заводим и опускаем. Убедите еще раз, что все сидит на своих местах, как и положено. Вот. И, соответственно, позиционируете сразу форсунку вот в таком положении. Керпендикулярно распредвала. То есть не вот так, не вот так. А вот здесь вот в голове есть углубление. Вон фаска. Такое вот, видите? Под клапан на форсунке. Вот. И вот в эту вот чашку надо его садить. Перед установкой надо здесь все, естественно, промыть, высушить, чтобы все было чисто. Также продуть цилиндр с сжатым воздухом, потому что в цилиндр натекает солярка или какие-то чистящие, моющие средства, чем вы будете мыть. Вот. И во избежание гидроудара нужно оттуда из цилиндра все выдуть. То есть вот так с сжатым воздухом. Сейчас мы продуем. И так же вот дырку, отверстие, резьбу под болт нужно тоже все почистить. Возможно, там какой-то мусор, шлак, там что-то еще. Герметик может туда попадать или еще что-то тоже нужно все прочистить, оттуда и продуть. Потому что там резьба была чистая. Теперь можно устанавливать форсунку. Форсунку закинули. Когда форсунка опустится, она так щелк сделать, металлический звук даст. Это значит, что форсунка опустилась в колодец до конца. Сначала она будет идти плотненько, на резиночках подзакусывать, ну и ее вот так потихонечку вот так подшатываете туда-сюда и опускаете. Забивать нельзя, толкать чем-то сильным нельзя. Аккуратно вот так, тык, 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 и вот так опустили. Когда она полностью сядет, она даст такой дынь, звучок. Шайба ударит головку, и вы сразу поймете, что форсунка села. Ну а теперь спозиционируйте форсунку в таком положении для установки крепежа форсунки. Накинул ось с ракерами, с коромыслами, и сейчас выставил вот коромысло в самое верхнее положение. То есть вот этот кончик давит максимально на пружину. Сейчас пружина максимально сжатая, а здесь верхняя мертвая точка получается, самая максимально вверх. А как выставить? Вот, короче, за колесо поддонкратили. Поддонкратили, колесо поддонкратили, и за колесо аккуратненько, потихонечку крутите на 5-й на 6-й скорости передач. Коленвал прокручиваете, соответственно, распредвал тоже крутится. И можно так вот выставить верхнюю мертвую точку. Максимально сжатая пружина на форсунке. И сейчас можно отрегулировать преднотяг, тепловой зазор. Здесь идет шестигранник. Вот он, шестерочка. Естественно, у вас гайка распущена, вот ослабленная. Сейчас мы вот такой вот палец крутим, закручиваем до начала упора в носочек форсунки. И как только почувствуем, что вот упор закрутился, вот так, тык, и встал. Легонечко, без усилий. Вот, после этого отворачиваем на ровно 180 градусов обратно. И контрагаем. Да, вот один вот такой вот я поменял. Вот здесь, вот он, родной, старый, который стоит здесь. Вот резьба потянутая. И вот эта гайка тоже. Вон там, соответственно, резьба потянута. Ну и тут еще грани немножко подслизанные. Вот сейчас заменил, другую поставил. С мотора, с донора снял. Здесь только единственное, вот этот вот носочек, пятачок подправил. Чуть-чуть слегка вот так шлифанул, закрутил. И, соответственно, хорошую гайку сейчас контрагаечную накрутил. Все лучше будет, чем с потянутой вот этой резьбой. Тут и люфт, и усилия слишком были велики. Поэтому лучше заменить. Все, сейчас крутим до упора. Как только почувствуем, что все, раз стопорнулось, отворачиваем на 180 градусов и контрагаем. Это и будет преднатяг форсунки. Тепловой зазор форсунки. Так, вот он распущенный. Ну, теперь закручиваем до упорчика. Оп, все, упорчик поймали. Еще раз. Вот идет мягенько. Плавно, легко, мягенько. И оп, все, вот он упорчик встал. Все. Это предел. Теперь надо распустить на 180 градусов обратно. По ключику смотрим, ориентируемся. Ну, у кого есть прибор, такой специальный инструмент, градусомер по нему, ну, я буду ориентироваться вот параллельно, перпендикулярно. Если ключ у меня сейчас стоит вот таким образом, значит, 180 будет параллельно вот так. Отпускаю. Раз. Все. Вот, 180. Теперь контрагаем гайку. Здесь на 18. Придерживаем ключ шестигранником и на 18 затягиваем. Делаем затяжку. Ну, здесь вообще-то, как бы, по нуалу 30 ньютон-метров. Ну, от руки. Короче, если вы умеете болты крутить, то почувствуйте, как затянете. Ну, все. Таким образом регулируется тепловой зазор форсунки преднатяг, так называемый. Парни, вот, все собрал я там. Сейчас запускал двигатель, уже его погонял. В принципе, работает нормально, адекватно. Сначала был стучочек рокера и нового регулировочного винта, который я поменял. Вот. Чуть-чуть так он поклацал. Цак-цак-цак-цак-цак-цак. Ну, вот сейчас он уже, видать, пришлепался чуть-чуть, притерся, и уже такой вот стучок цак-цак-цак-цак пропал. Но самое главное, ребята, дыма нету и двигатель работает ровно. Шумно, правда, работает, но сам по себе движок работает ровно, не троит и черного дыма, или сизого дыма, или серого дыма. Из выхлопной вообще нету. Сейчас запущу двигатель, покажу, как двигатель стал работать. Тут все полностью собрано. Сейчас запустим движок, послушаем, как он работает. Движок запускается моментально. Сразу джинь и все. Никак было до этого. Крутишь, 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 не запускается. Потом со второго раз, раз, раз он заводится. Сейчас моментально двигатель запускается. Джинь, он заработал. Ну вот, работа двигателя такая. Движок не трясется. Стоит ровненько. И сейчас посмотрим дымок. Дыма никакого вообще нету. Так, ну и если поразгазовать его где-то 3-4 тысячи оборотов, тогда чуть-чуть он пускает слегка немного черноватый дымок. А вот так на холостых, как раньше, вообще нету дыма. В общем-то, все на этом. Закончил ремонт с форсунками. Теперь остается только поменять масло, потому что сейчас там масло засажено черное. Надо слить масло, помыть, двигатель промыть и залить новое масло. Ну и кататься до следующих каких-то ремонтов, поломок. Все на этом, пацаны. Такой видос. Не ломайтесь, если ломаетесь, то чинитесь грамотно. И всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok